Всем здорова, друзья, с вами Тим, и это вторая часть перехода на ТХ-14 моего основного аккаунта. Всё, что я не потратил на прямой трансляции, я потрачу сегодня. Ну и плюсом, то, что я не сделал в прошлый раз, я сделаю сегодня. А началось у нас, конечно же, всё с прямой трансляции. По ссылке перейду. Подписчик, спасибо большое. Так, 240 тысяч стоит. Завершаем прокачечку. После этого действуем так, что юзаем Ра... Руну? Да. Руну юзаем? У меня, получается, есть ещё одна книжица. Получаем. Чемпиона ещё раз ставим на прокачку. И бац, ещё одну получаем. Ну, в смысле, прокачиваем. У многих сейчас возник вопрос, а почему именно чемпион? Почему не королева? А я сам не знаю. Он у меня уже 27-го левла, и я начал его качать просто на стриме, потому что я увидел, бац, могу чемпиона апнуть за те ресурсы, что у меня имелись. Потому что на королеву чуть не хватало, и фармить мне было лень. Поэтому я поставил чемпиона, и потом уже заюзал руну и книжицу потратил. И поэтому сегодня я уже доведу его до фула, то есть 3 левла мы его прапаем до конца. Ну, а насчёт королевки, да, она у меня ещё 75-й левел. Да, я даже кинга уже на 76-й апнул, то есть 4 левла остаётся, а вот королеву пока не трогал. Но я вам скажу так, у меня сейчас какой-то странный план. Пока что ЛВК ещё не скоро, и я решил поставить всех героев на прокачку. Я хочу поставить и хранителя, и кинга, и королеву. Да, это нереальное количество ресурсов, порядка 500 тысяч дарка, и плюсом ко всему ещё и много эликсира. Но я думаю, что быстрее вкачаю героев, и потом насчёт них буду не париться. Нет, конечно, я могу не торопиться и прокачать героев просто за книжицы. То есть, как появляется книжица, тратить и всё. Потому что по 5 левлов это вообще изи, тем более сейчас мне останется, грубо говоря, 13-14 левлов. Ну, то есть, общее количество прокачек на всех героев. Так что, очень легко переходить было в уловом ДХ-13. И я рад, что я успел до новой, рад уж и зафулить свой аккаунт. Поэтому прямо сейчас давайте уже закупимся спецпредложением. Просто время тикает 20 минуток осталось всего, поэтому покупаем. Жалко, конечно, денежек на прокачку базы, точнее на волшебные предметы. Я в основном привык покупать только пропуски золотые. Кстати говоря, тут уже всё собрал. Всё, что было, уже всё потратил в ТХ-13. Ой, 14, что-то как-то непривычно даже говорить. И при этом, вроде бы как, ещё и нифига ничего не апнул. Как-то странно всё это выглядит. Ну, в общем-то, спецпредложение у нас получено. И теперь у меня вот столько волшебных предметов. Казалось бы, что-то их много. Но на самом деле нифига. Прямо сейчас нам нужно направиться в бой, потому что я немножечко не просчитал. Нам буквально 500 дарка не хватает на прокачку чемпиона. Так что без остановочки сейчас пойдём в атаку. И найдём где-то, ну не знаю, тысячу дарка. Что, о, вот это идеально. Я фармлю гоблинами. Кстати говоря, сейчас вам покажу лог боёв. Потому что я был сегодня удивлён. Около 150 тысяч дарка я зафармил примерно за полтора часа. Это очень быстро, с учётом того, что сейчас в игре какой-то полнейший хаос творится. И фарма нету вообще. Но мне почему-то сегодня, можно сказать, дико повезло. Поэтому прямо сейчас зафармим. Хотя мне уже хватает, в принципе, ресурсов. Но я хочу взять ещё и звезду. Ну, просто потому что хочу. Не знаю, просто хочу. И всё. Вы больше не спрашивайте. Просто хочу и всё. Вот примерно так я играю в Flash of Clans. Хочу чемпиона поставить. Ну, просто хочу как бы. Не знаю зачем, но просто хочу. Вот так вот как бы я играю Flash of Clans на данный момент на своей основе. Потому что просто хочу. Странно, конечно, это всё слышать. Но по факту так и есть. Я прожму героев. В принципе, мы основную часть забрали. Всё, теперь и дарка забрали. И можно совершать звёздочки. Мне более чем достаточно. Я никогда не беру много процентов результата. Потому что я держу на данный момент определённые кубки. Это примерно 2400-2500. Потому что фарм тут просто идеальный. Даже с учётом того, что его сейчас в игре нету. В общем-то, нам теперь полноценно хватает на прокачку Гера. Ну и мы делаем что? Правильно. Мы ставим на прокачку 6 дней. Какие 6 дней? Не понял. 6 дней ждать не буду. Не-не-не. Так это не работает. Так. И тратим, конечно же, руну. Руну тоже мы юзаем. И мы можем поставить за 252000. У нас, конечно же, есть книга всего. Блин, вы бы знали, как жалко тратить её. Но, по сути, лучше тратить на прокачку Гера, если у тебя есть такая возможность. Нежели чем... Ну, на прокачку, не знаю, того же самого строителя. Там прокачку ратуши. Потому что всё-таки герои будут всегда важнее. Поэтому делаем вот так. И вы спросите, откуда я возьму на один левел чемпиона волшебные предметы? Да всё просто. Как вы знаете. Я хотел купить молот строительства. Но, увы, планы поменялись. И поэтому в этом ролике я завершаю прокачку чемпиона. Я очень хочу это сделать. Поэтому любая прокачка уже подождёт. И волшебные предметы лучше потратить вот сюда. Поэтому, господа, вуаля. И это фулл чемпион за полтора дня, да? Или сколько? Два дня прошло. Это очень быстро. Это реально быстро. Мне кажется, так качаются только топы. А я, конечно же, к топам никак не отношусь вообще. Итого. У нас получается, что дарка у нас теперь нету. Основные волшебные предметы, которые у нас были, мы потратили. Но у нас осталась ещё... Точнее, осталась одна книжица строительства. Ну и тут очевидно. Я думаю, все понимают, куда я её потрачу. Я не прокачал при переходе клановую крепость. 15 миллиончиков это стоит. И мы завершаем моменталочкой. В общем-то, теперь-то можно официально сказать, что мой переход закончен. И теперь всё будет качаться, скорее всего, своим ходом. Потому что ИК не скоро. Хотя, кстати говоря, как раз таки скоро. Но ЛВК и так далее ещё не скоро. Поэтому волшебных предметов у меня остаётся всё меньше и меньше. Вот через два дня освободится лаба. Вот туда-то я уже и потрачу много всего. Ну, как минимум, вкачаю, постараюсь зелечку. И юнита какого-нибудь. Не знаю кого, но подумаю. И если что, прокачаю за книжицу. Чтобы было всё быстро. Но фармить мне, конечно же, придётся очень много. А сейчас я поставлю, скорее всего, на прокачку хранителя. У меня есть два строителя. Один сейчас буквально освободился. Поэтому всё. До свидания, дедок. Я не хотел с тобой прощаться. Но, увы, так сложились обстоятельства. Поэтому мне с тобой придётся распрощаться. Также, кстати говоря, благодаря бонусу я накопил уже 5 миллионов в хранилищах КК. Ну и, в принципе, эти ресурсы тоже я пока что тратить не буду. Потому что, ну, я думаю, что их куда-то в другое место, в другое русло лучше пустить. Ну, или же забор. Хотя забор я и так капаю. Нормально он и так капается. Но чисто теоретически я бы вкачал, наверное, хранилище чёрного элика. Это не сильно-то и нужно, конечно. Но всё-таки как бы другого я не знаю, что поставить. А тут пока, благодаря строительному бонусу, апаются пускай ловушечки. Ну, а сейчас я пошёл в бой. Зафармим ещё парочку миллионов, я не знаю. Я сегодня фармил с утра и могу точно сказать то, что сейчас уже фарм отличается. Сейчас уже 11 часов и всё, фарм вообще другой. Я встречал и миллион, и полтора миллиона, и 10, и 11 тысяч дарком. Но теперь как бы поменьше, но всё равно мне этого более чем достаточно. Этого чела давайте по максимуму проатакуем, потому что это сейчас ласт атака. И теперь я буду только вечером играть. Поэтому сейчас мне нужно по максимуму тут, ну, я не знаю, затрёшить, может быть даже. Не, ну, гобами трёшить, это, конечно, люто. Я согласен с вами. И да, он теперь горит пламенем, капец. Я только обратил внимание, что наконец-то у меня герой горит пламенем. Хотя, кстати говоря, я вот что-то и забыл, что у меня теперь нет хранителя. И делать какие-то трёшки будет намного тяжелее. Но ничего страшного. Я считаю, что я вкачаю парочку левелов хранителя, и потом уже буду ждать книжечек. Так, торопиться сильно не буду, но в то же время, как бы, по 5 левелов это ерунда. Поэтому вкачать всё-таки нужно будет. Так, у меня в КК, оказывается, были хоги, поэтому накинем на них рейдж. Не знаю, зачем. Можно было бы, конечно, и джампом обойтись. Ну, джамп для хогов, сами понимаете, это имба. Поэтому, да. Но бывает то, что джамп нужен. Поэтому давайте ещё и тхашечку заберём. Я не знаю, гоблины справятся или нет. Просто способность кончится. Нет, всё-таки справились. Отлично. Отличненько. Остаётся не так много у меня войск. Но, в принципе, есть прожатие кинга, есть прожатие королевки. Это круто. Так, рейдж я думаю накидывать. Возможно, есть смысл, потому что прожатие к вине. Поэтому я всё-таки скину рейдж, чтобы мы до конца забрали ресурсы, которые тут имеются. Прожимаем прямо сейчас кинга. Прожимаем, наверное, тоже королевку. Да, прожимаем. Фиг ли ждать? Какая разница? А, кстати говоря, буст тх после перехода у меня уже сейчас скоро закончится. Там, по-моему, около двух часов закончился, что ли. Закончится, точнее. Блин, тут была бы трёшка, кстати. Была бы, возможно. Но тут, по-моему, нам не хватит силёнушек и трёшку мы тут не возьмём. Или же... Ну ладно, будем немножечко хитры, так уж и быть. Будем хитрыми. Как всегда, я люблю это делать. Поэтому, да, это будет трёшечка. Возможно, мы и так бы взяли бы трёшку без джампа. Но зато это красивая трёшка со всеми заюзанными банками. И самое интересное, я сейчас вам покажу стоимость микса. Даже с учётом потраченных практически всех банок. И вы удивитесь. Очень удивитесь, я вам скажу. Это мега дёшево, так как всё-таки это гоблины. Кстати говоря, сейчас появилось ещё и новое событие, которое сегодня добавили. И я немножечко не понимаю смысла. Представим ситуацию, то, что игрок не играет супер мухами, которые бустятся за 25 тысяч, либо за зельку. И разработчики нам предлагают забустить мух, чтобы получить буст. Чё-то мне кажется как-то нелогично. Человеку не проще забустить того юнита, которым он играет. И это событие, по сути, профитно только опытом, который никому нафиг не сдался. Левел кто-то апает, но я не знаю, но это же бред. Просто бред. Если человек не играет мухами, он не будет это выполнять. Короче говоря, этот микс стоил... Сейчас вам скажу сколько. Сто пятьдесят семь тысяч. Ну и плюс, ладно, если таран бы я не юзал, то просто сто пятьдесят семь тысяч без затраты на дарк. А так ещё и восемьдесят тысяч золота. Кстати говоря, я забыл поменять базу. И в итоге за два дня на меня протачили около шести или семи раз. Ну, в общем, атаки были вот такого типа. То, что в основном, конечно, сливались, но забирали очень много ресурсов. Это немножечко обидно. У меня стояла база, кстати говоря, фармовая. И вот смотрите, челу, как повезло. Тупо девятнадцать гоблинов и зафармил очень много дарка и золота с ресами. Ну, с эликом. Но ничего страшного, теперь я буду более опытный и не буду забывать менять расстановку на нормальную. А так, касаемо сегодняшнего фарма, я вам могу сказать, что фарм сегодня реально удивил. Одиннадцать тысяч дарка, пять тысяч дарка, но при этом ещё и по миллиону ресурсов. Десять тысяч дарка, девять тысяч дарка, восемь, четыре. Ну, я считаю, вместе с бонусом, который даётся в этой лиге. Пять, четыре, четыре, пять, десять, два с половиной, четыре, три, шесть. Короче, как вы понимаете, фармить сейчас уже как бы более, ну, реально. Нежели между тем, что было раньше. Поэтому на сегодня ролик будет подходить к концу. Спасибо, что его посмотрели. У меня есть ещё буст строителей по времени полтора часа, поэтому я ещё поставлю ловушечку. А уже потом, скорее всего, поставлю хранилище чёрного элика. Не знаю зачем, но, возможно, оно мне когда-то пригодится.